В жилом доме в центре Донецка прогремел взрыв. Владимир Путин произвел пуск четырех баллистических ракет. Тиллерсон признал успешность российской военной операции в Сирии. Накануне в жилом пятиэтажном доме в центре Донецка прогремел взрыв. Инцидент произошел в Ворошиловском районе столицы ДНР около 16.30. На место происшествия прибыли оперативные службы республики. Спасательную операцию возглавил лично глава МЧС Алексей Кострубицкий. По предварительной версии в доме произошел взрыв бытового газа. Предположительно, эпицентр находился на втором этаже здания. В результате взрыва произошло обрушение перекрытий между первым и вторым, вторым и третьим этажами. Повреждены также порядка десяти оконных блоков. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР, пострадали пять человек, в том числе два маленьких ребёнка, которые госпитализированы с отравлением угарным газом. Власти Ворошиловского района пообещали, что жильцам повреждённого взрывом дома будет оказана необходимая помощь. Президент России Владимир Путин накануне вечером принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами. Об этом сообщил пресс-секретарь головы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер произвёл пуск четырёх баллистических ракет. Отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС России. В Министерстве обороны подчеркнули, что учения прошли успешно. Отмечается, что во время тренировки боевой расчёт РВСН запустил с космодрома Плесецк межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь» по полигону Кура на Камчатке. Также атомная подводная лодка Тихоокеанского флота выпустила две баллистические ракеты из Охотского моря по полигону Чижа, расположенному в Архангельской области. А из Баренцева моря атомная подлодка Северного флота запустила баллистическую ракету по тому же полигону Кура. Кроме того, самолёты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, взлетев с базовых аэродромов, поразили крылатыми ракетами, наземные цели на полигонах Кура, Пимбой и Теректа. Российская военная операция в Сирии стала успехом. Это признал госсекретарь США Рекс Тилерсон во время беседы с журналистами в Женеве. Руководитель Госдепа заявил, что не согласен с мнением тех европейских дипломатов, которые называют действия Ирана в Сирии триумфом. «Я не рассматриваю Сирию как триумф Ирана. Иран был не особенно успешен в освобождении районов в Сирии от террористов. Успешно действует российское правительство, оказывающее существенную поддержку с воздуха силам сирийского режима. У него есть его доля успеха». Кроме того, Тилерсон подчеркнул, что США со своими партнёрами по коалиции также добились огромных успехов в уничтожении боевиков террористической группировки «Исламское государство». Поэтому, подытожил дипломат, Ирану не следует каким бы то ни было образом ставить заслугу разгром ИГИЛ в Сирии.